6 тысяч евро штраф просто. Или, например, кажется, в Канаде там штрафы исчисляются в процентах от заработной платы. То есть независимо от того, ты сантехник или депутат, ты будешь нормально обошлять. У нас бы это не было проблемы, потому что у нас официальная зарплата, там, тысяча гривен. Не, ну там бы по-другому уже решались вопросы, но я говорю о том, что там именно идет вот эта самая система, которая относительная, то есть она действительно не имеет фиксированных ставок, она просто отбирает часть твоего месячного заработка. То, что надо. Да, причем там действительно, там есть, например, штрафы двухкратные, то есть за что потом жить два месяца, как бы, остается загадкой. Неясно. Ну, зато можно пьяным поездить. Ну, это вообще отличная тема. Не, за пьяным поездить там вообще сразу минус все, да. Минус все. Там реально минус все, там чуть ли не сажают, короче. Не, но машину забирает сразу, это факт. Ладно, в любом случае, OneScore играет на Silent, Resolution играет на Апаке, Silent на Padme. Он был на Флай, на Шадов Демоне Макс играет на Тимбере. В Смоуке команда Empire идет в лоб встречать. Фнатик. Здесь пока у нас NoTail на Виспе, Трикси на Тимбере, Флай на Рубене. И... Спалились Empire. Смоуку в итоге был прожат зазря. И все. Очень-очень-очень классно здесь выскочил NoTail и тыкнул вот этот вот вард. Своевременный. И, собственно, видит... Прочитал, прочитал NoTail. Ханеха. И еще видел вот этот вот вард, по-моему, как ставили. Ну, должны были понимать, да, что там находится вардевич. И я думаю, сейчас как только рассосутся... А, тут, посмотри, тут план Капкан. Где? Тут реально план Капкан. Тут стоит два типа, и они ждут. Они реально ждут. Сейчас кто-то придет ломать вард, и они могут его убить. Они могут его тупо убить. У Виспа есть Сентрика? Тут нету Сентрика. Но стрела будет залезать. Тут есть... А, нету Сентрии. Поэтому зря стоят. Да, поэтому зря стоят. Ну, вообще план был довольно неплохой. То есть стоит здесь Shadow Demon, прячет. Патма находится приблизительно на РЖ. Да, и там 5-секундную заваливает, а эти два товарища просто с руки разбирают. На первых лоулах там много не надо с руки бить. Так что задумка была действительно прикольная. Кстати, блочат спаун еще. Ванскор здесь сам собой, наверное... Или нет, не хочет он блочить сам собой здесь спаун. Ну, по сути, с заблоченным вот этим... Да, да, уже... Нет смысла. Действительно, от того спауна смысл пропадает. Ладно, что у нас там на центре? На центре у нас Андрей Макчепенко против Хани. Помню, что Кай его зовут, но не помню фамилию. Ханибукерс, по-моему. Вот что-то такое. Ханибукерс. Поэтому же у него иникнайм Хани. По-моему, Хани... Я не помню. Он у меня есть... Я считаю... Ну ладно, потом. Ну ладно. Короче, разберемся там уже со временем. Да, у нас Резолюшн с дабл дэмажем, кстати, стоит на топе сейчас. Поэтому лучше не подставляться, наверное. Особенно всяким виспам. Вот Резолюшн как раз нацелился на Нотейла. Ну, тоже в Резолюшне тут не стоит быковать особо сильно. Как бы, да, первого левела Тинни. Но в любом случае это будет больно, если его поймают и начнут там бить. Так что не надо стрелять. Ладно, Тинни с виспом ушли в сложную. И, в принципе, стоят они против Соло Пака, что не является абсолютно проблемой для Тинни. И мы видим, что он стоит что в миде, что в легкой, что в сложной. Абсолютно одинаково, если у него есть висп. Ну, в миде у нас маг и ванскор. Ну, пока только маг. Ванскор просто передвигается на топ. Зачем так, как будто там с него будет больше пользы? Ну, хотя, может, и будет. Так, ну, я смотрю, там у нас сейчас в центре пока Хани против мага. Такое упорное противостояние. 6-0 криптату мага, 6-2 у Хани. Но это пока только начало. Обычно дальше бывает хуже. Так, у нас тут атака на Трикси. Хорошо на него напали. Но Трикси здесь выживет. Достаточно жирный персонаж, как ни крути. Ну, неплохо прохарасили. Что тоже достаточно приятный момент. Да, заставит, наверное, фласочку выпить в любом случае Трикси. Стрелата откатится там через несколько секунд. А вот ХП обычно за такое время не успевает откатиться. Хотя, мы видим, что он там там гусиками отъедается. И вроде возвращается в тонус. Что у нас тут? Так, ну, флай снизу с Трикси. Мы видим, пока не особо формят. Флай 1-3 у Трикси 2-0. Да и, понятное дело, против двух ранжевиков. А пару минут назад еще было против трех ранжевиков стоять очень неудобно. Ну, а в миде начинает разгоняться Хани. И 8 на 5 у мага, мы видим, кроме армора ничего не будет. Ему сейчас смысл имеет качать действительно только реактив варвару. Потому что все остальное, ну, абсолютно бессмысленно. Ну, хотя, вот мы видим, как только мана у него появляется на рейнг дес, тут же он юзает его. Ну, потому что, если он его не проюзает, ему сразу же уберут возможности его проюзывать. Все просто, да. Да, 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 да. Ну, и Тинни 2-й левел на топе. Вот тут левел надо Тинни очень сильно. Ну, я пока не вижу, чем, собственно, Эмпайр смогут ему помешать. То есть, как, с Сайленсером будут гангировать, что ли, или как? Неясно. Поэтому гангов каких-то от Империи я бы здесь, наверное, не ждал. Да, там Титан стоит очень осторожно. Но, опять же, у него стоит вард, он прекрасно контролирует ситуацию, понимает, когда можно выйти, когда нельзя выйти. И... Ну, тут, кстати, ганг вырисовывается. Где-где-где-где-где, кто кого ведут убивать? А, да, точно, тут подходит сейчас Флайл Инвизи. Второго левела Рубик, и тут... Ну, кого угодно, на самом деле, можно ловить. Только что-то Флай... Да, какой-то странный такой ганг от Флая. Да, действительно, мало того, что он слишком поздно пришел, и крипы уже были далеко, мог он еще чуть-чуть подождать, слишком рано спалился, ну, и мы в итоге увидим, что да, Резолюшин отошелся вон скоро, они какое-то время не поформят, но это же... Ну, экспу они получают, поэтому проблем у них особо нету. Там, рейнж получения экспу сейчас очень большой. Так, у нас там, как обычно... Что-то произошло. Ничего не было, вы ничего не видели, друзья. Ну, в общем, суперстратегия со стрелой. Я с тралом сработал в этот раз. Ну, есть первая кровь от Эмпайр. Один. Ноль. Эмпайр повели, и ФБ забрал Шадоу Демона, в этот раз ворды, курицу, все подряд, сразу же, там... Шикуют, шикуют, пацаны. Шикует, и лоси, он оффлайн, ноль ты. У него крипстат, но в любом случае... Вернулся, вернулся у нас Трикси, и мы видим, что боится на этот раз подставляться. Вот Флай просто бежит на него и говорит, я... Так, а Флай реально на пофиге, посмотри, абсолютно. Залетает сразу же стрела, и стрела в этот раз не точная. Чуть-чуть буквально не успели. Хотя я навести Трикси тоже так особо не быковал. Там сейчас ему и Шадоу Демон с руки будет наваливать. Трикси думает, что он вроде как самый крутой, но, опять же, сделал бы он пару шагов дальше, я думаю, могли его и пытаться убить. Так, что там у нас на топе? На топе вот... На топе ничего не происходит пока. Вот Трипла пытается фармить Лиса и все остальное. И неужели будет выходить на Resolution? На Resolution заставляет его NoTail сейчас убегать подальше. Да, пока просто немного размяли пака. Ну и опасно здесь на топе, действительно опасно. Вот стоит OneScore, он боится, что на него влетят, если на него и влетят. Ну, как на него... Во-первых, как на него влетят, как бы... Третий левел Тинни это еще не самая большая проблема. Ну, хотя для Руби, для OneScore, для Сайленсера, у которого 600 хп, это проблема. В чем важная такая проблема. Ханя у нас 25 на 18 хрипстат в миде. Мы видим, что против него 13-2 маг. В два раза, собственно, меньше КС у мага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот так вот. Да, там нормально шваркнуло. Все просто там. Сначала Астралом чуть-чуть продамажило, ну и дальше Ханя не стал даже париться. Просто взял и накрыл мага. А что там париться? Там же, не будем забывать, еще пассивочка работает. Ну, да. Которая понижает резист. И, следовательно, Астрал там должен быть и бить еще сильнее. Вроде бы как. Ну, и Сайленс. Сайленд покупает себе пауэртретс. Видим, что нет у нас мидаса на патме. Но это не говорит о том, что его не будет. Да, мы не один раз уже видели, как вторым артефактом. Могут и третьим приобрести мидас, почему бы и нет. Да, да, да. Если видят, что враг тоже замидасировается. О, боже. Ладно. В любом случае, Сайленд мы сейчас еще возьмет инвизна. На нижней руне не видят этого фнатики. Потому что нет у них здесь варда из варда только в империи. Ну, и маг вернулся в мид. И продолжает тут страдать против Хани. У Хани, кстати, проблемы с маной. Что-то не прокола у него аура. Неудачник. Неудачник. Просто неудачник. Да. Так, у нас здесь шедоу демон стоит. Который готов врываться. Но там стоит вард, который видит, собственно говоря, шедоу демона. Да, и без патмы в любом случае, ну, толку с шедоу демона ноль. Ну что, маг влетит на шестом левеле. Как? И что? То есть... Должна быть патма. Без патмы... Ну, или пак. Я не знаю. Ну, скорее, конечно, патма. Снизу. И снизу сразу врыв сейчас будет на Сайлента. Да-да-да. Там Висп Кинни уже рядышком. Несмотря на то, что релокейта нету. Так. Главное, чтобы Висп не спалился. Но ты его понимаешь. Флая поймали. Флай. Понимаешь, что он уже умирает. Спрятали его. Флай. Это еще... Опять-таки Флай выигрывает время для себя. Он еще и подымет мага. Его сейчас и спрятал там Сайлент. Двоих спрятал своих. Мага засыпали. Маг. И не видно его. Нет, видно его. Видно. Все нормально. И тут маг умирает. Да ладно, тычка. Последний залетает. Он отбивается. Но Висп добивает его. Да, Эра с Нотеллом сейчас продолжит погоню, может быть. А может быть и нет. Здесь Флай очень битый. И знает дело. Но Сайлент уже готов, собственно, отстреливать. Тех, кто подходит. Ага. Флай. Стрела. Будет ли атака на Трикс. Ну, просто проблема в том, что надо убегать. И Старфолан Трикси убьют. Да. Все просто. Да, но эта тактика работает по накатанной. Опять же, очень хорошо. Правда, тут Сайлента сейчас тоже подкинут. Насыпят. И это минус потом. А, и здесь еще и поймали Флай. И хорошо все делает Ханни. Очень вовремя он пошел на перерез. А, там через секунду будет ТОС. Если захочет его затосить. Но нет, нет, нет. Без волейбола убили. Вот так вот просто пока Фнатики вроде разбираются. Хотя счет мы видим примерно равный. Да, 4-3. Не такая уж большая разница. Видя вам всем говорит пока. Слышите вы его завтра с самого-самого раннего утра на этом же канале на Китае. Или он просто уйдет из доты и будет опять комментировать поин-бланк. Я вижу у него... У него сегодня был просто отличный день. Он комментировал поин-бланк весь день. Три дня он комментировал поин-бланк. Довольный? Ну, конечно, довольный. Ты был чемпионат такой-то по поин-бланку. Я бы сейчас пошел бы с ними там напился с этими поин-бланкерами. Они же там как всегда. С ними не буду пить. Такие три дня мне сделают. Ясно. 4-3 Фнатики впереди. Девятая минута. Деньги. 500 голды Фнатик. Экспад. 200 экспы. Фнатик. Ну, то есть, по это дело, что это копейки. И Empire сейчас четвером очень хорошо снизу могут напасть. На флай вместе с Эрой. Нету здесь No Tail'а. И спалят ли движуху опять-таки сейчас Фнатики. Или нет, там Мидас, кстати, приобрел Деваур. И отходят. Отходят. Фнатики видят Эру. Видят флай. Двоих цепанули. Эра ныкается. Цепанули без БКБ и Хекс. Первый раз нажал это самое БКБ. Первый раз нажал тот самый Хекс и сделал минус 2. Да, неплохо получилось. Я-то думал, сейчас действительно его начнут убивать. И они тут-то было. Неподготовленными оказались парни из Empire. Второй БКБ, кстати, к целому Девауреру. К целому Девауеру. Да, БКБ у Тини. Вот это уже опасно. Потому что такое обилие БКБ говорит о чем? Правильно. О том, что бить надо с руки. А бить с руки нечем. Именно так. Вот у нас была атака на Трикси. Чуть-чуть промахнулся там стрелой Сайлент. И там действительно пару пикселей буквально не хватило. Да, Мак-то тык, кстати, Resolution. Идет в атаку. Знает, что он здесь. Знает, что он здесь. И как бы Resolution сейчас проблемы сюда не стрял. Если не дай бог, где-то рядом нарисуется Хани. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь Слип и Resolution прячься он от Флая. И Блинкаут делает отсюда. И Хани слишком далеко. Флай! Поднял все-таки Resolution. И будет ли Хекс. А дальше-то что? А вот в Хексе его сейчас же можно было бы. Ну, тут Хани, видимо, отошел уже. Это же надо кнопки нажимать лишние. Ты это начинаешь. Не, ну если бы хотели, Фнатики, они бы сейчас не отпустили Resolution. Ну, они, видимо, не хотели. Ну, и БКБ покупает, тем временем, Поттум. Так, что здесь происходит? Ну, опять же, от того, что Поттум купил БКБ, проблема с уроном с руки не решается вообще аж никак. Да, ну вот снизу, тем временем, война. Эра в Сайленсе. Прыгают на Виспа. Эра. Проблемы у него огромные. Начинает его резать. Он БКБ. На развороте давай драться. Эра еще в соло пока не так много урона, как бы хотелось. Поэтому нужно ему просто убегать отсюда. Висп уже рядышком. Висп готов помочь. Да, и уходят. Уходят отсюда. Или на развороте подерутся, потому что пришел уже сюда Рубик. Цепанули Флая. Флая умирает с двух выстрелов. Ну, и Эра побежал в атаку. Тут выйдем. Да, да, да. И зацепили, зацепили мага. Стрела, правда, залетает в Эру. И маг выживает. Убегают имперцы. Тяжело очень для империи сейчас. Да, конечно, тяжело. Им надо просто сейчас делать все очень-очень грамотно. Они не могут ошибаться. В то время как фнатики могут жмакать скиллы, как попало. А Деваурер всех поубивает. Да, ну, видели только, что фнатики там, опять-таки, Тинни бегал один и четверо его пытались смесить. Да, 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 да. Ну, и Деваурер. Деваурер, конечно, еще и рефрешер собирает. Или линкинг сфера. Что же это такое? Ну, скорее всего, линкинг сфера, наверное, да? Деваурер? Я бы не... Ну, тут не нужна линка, в принципе, вообще нафиг она не нужна. Это будет рефрешер, я уверен. Стрела какая-то разве что. Да. В топку эту стрелу, в топку эту дизрапшен. Ну, ну, ты что? Он рейнджовый герой, ему дизрапшен не так сильно вреден, потому что, если что, его там подтолкнут каким-то форстафом, он подъедет, наваляет. Это действительно не слишком сложно. А вот рефрешер с двумя санетиз-эклипсами. Ну, это смерть вообще для Айпара. Там сразу... Ну, такой страйк прям. Там вообще звук такой характерный у санетиз-эклипса. Я постоянно отмечаю, да, вот как удар шара просто обкегли. Ну, ворвали здесь, собственно, забрали Патмо. Один раз, второй раз смогут Или нет, я не знаю. Скорее всего, нет Просто пытаются убежать сейчас Прослинают Эру. У Эры БКБ есть, так что Эра не спешит, а он просто улетает И стрела мимо. И Резолюшн здесь Смотри, Хани. Вынужден отражать БКБ Ну, развернись и убей А нет, там 4 пацана Ой, пацаны, это не очень помешает Там ульта! Посмотри, хорошая залетела Ульта от Элдер Тайтона И куча Чак Рафа Боже, что за перекрестный огонь Элдер Титан, ты сейчас всех должен поубивать, если его Никто не остановит или если просто не убегут Отсюда товарищи. Пытаются остановить Чак Раму На развороте еще один Чак Рам. Топтини уже на месте И это минус один И минус второй. Да, да, да Пытаются бежать Ван Скорыч, но Тоже Чак Рам. Это фраг. Ну и в итоге На одного Хани, собственно, разменяли пятерых Своих героев Эмпайр. Да, Фнатики все-таки В этой игре доводят До ума свое преимущество и Наверное, доводят До ума свой стрик первый Три игры первых сегодня у них Удаются. Причем, конечно же, не против Самых слабых соперников. Да, да, сегодня очень Хорошо играют Фнатики. Но у них еще Одна игра сегодня вечером. То есть Сейчас Фнатики возьмут маленький двухчасовой Перерыв после этого матча. Понаблюдают за тем, как Эмпайр будет играть против Сигмы Как Сигма будет играть против Кьюпадов И потом Фнатик сразятся С Нави С Нави? Да, 21 сет Сегодня. 22 по Киеву 12 ночи по Москве Не, ну если Фнатики смогут поддержать Вот этот свой стрик То... 4-0, я думаю, место в финале Почти обеспечено. Почти гарантированно Действительно обыграть таких соперников То есть принципиальных, действительно принципиальных соперников Это будет действительно очень-очень Классно. Они и сейчас вроде неплохо Воюют Так 17-11 Так Кираса, кстати, у Тини-Вини И скоро этот пацан Ну, скоро Он уже, в принципе, разваливает Скоро будет еще хуже Ну, Нетворс, вы видите, на ваших экранах По баблу 12-ка По XP-15 У Фнатиков тут 35-05 38-05 НП НП А, это он дал тайминг на Рошаду Да, типа, диапазон вот тот самый Трехминутный Да Говорят Фнатике, спасибо, братан Ну, типа, говорят, мы как раз забыли записать Действительно Сенький веримач, бро Ну, зато мы знаем, что OneScore этим занимается Empire теперь Выступает в роли калькулятора Таймер Таймер Так Я где-то видел аппликейшн на iPhone, который запускает таймеры Вот, его уложишь возле клавиатуры, типа Там Энигма издула Black Hole Ты щелкаешь Black Hole Рошана убили, ты щелкаешь Рошан И он там сигналит еще, знаешь Ну, да, да, да Что, типа, вот сейчас, сейчас, сейчас уже Да, да, да На самом деле, кстати, Devourer очканул И все-таки собирает себе Link in Sphere Хотя, опять же, я не понимаю, на кой черт она ему нужна Ну, опять-таки Стрела И чё, она одна, а там пять пацанов Подожди, а спасает от стана, если ты выходишь с ультимейта пака или нет? Линка В смысле? Такая стана не работает, вообще ничего не работает Не работает Если в БКБ тебе плевать, я понимаю, что если ты в БКБ, а если ты не в БКБ? Не, по идее, там же точечное заклинание Ну да, ты да Там же не должно оно Тогда действительно, ну, не особо я вижу Ну, ты, я же о чём, то есть, какая-то хрень получается у нас? Какая-то хрень Именно так Сам и так Так Ну, я смотрю, как на топе Ханни избивает дальше крипов Снизу, тем временем, Сайлент уже добрался до Т2 Радиенс Ботом Тауэр из Андер Атак Радиенс Ботом Тауэр из Андер Атак Очень похож Акцент на Акцент Факинг Мэда Вот он приблизительно так же Разговаривает Я помню, да, кстати, на ЕМСе, кажется, да, он интервью давал И там вот очень-очень похоже Выглядело это все Ну что Факинг Мэда и его ребят мы увидим Опять-таки в следующем матче Так, на топе Хекс по Сайленту Это был Это был мейнкерри команды Эмпайр Да, проблема у Эмпайра Ну и фнатики, конечно, вот просто-напросто надо им продолжать Сейчас, наверное, давить Они понимают, насколько они впереди Они понимают, насколько они сейчас В какой ситуации Но впереди, да, они на 15 кусков по деньгам На 20 по опыту Это серьезная задача Просто забирать товара надо И уже задумывать выход какой-то на базу врага Тут Резолюшн Бедный чуть не умер в миде Трикси Там, кстати, сейчас имперцы могут убить целых трех героев Да, у Трикси серьезные проблемы Нет, Трикси по-прежнему живой Умирает, он, собственно, от ванскора А там пацаны на базу зашли Там маг опять ошибается Да, здесь уже начинают нести базу И действительно там Глиф Вовремя реально глиф 12 хп действительно Вот этот своевременный был глиф Ну и Эра отходит Ханю убивает тем временем Тавер И что? Будут ли... Да, должны оставаться здесь Надьки Уже команда потянулась Ноутейл уже рядом Я не знаю, что у Резолюшна Нет там ульта Мага поймали Маг умирает До свидания, Андрей Сегодня у мага что-то вообще игра не задалась Он часто не попадает, скажем так Ну и тут стрела Стрела не точная Уже начинают метелить хайграунд Хотя у Эры сейчас серьезные проблемы Эра лоу хп Эру прячут И ультимейт у нас нарезает Маг, маг, маг Ай-яй-яй Да, мага просто застрелили Но Резолюшн тем временем Вези Сайлента Посмотри, они уже окружили Ханю Втроем начинать его избивать Еле живой Сайлент Старфол спасается от крипов Бараки целы Отбили здесь И поздно И поздно прилетать И не туда куда надо Прилетают Беги под ма Почему не в Тезере? Почему не в Тезере они сейчас? В смысле? Только-только кулдаун прошел Вот почему Да, в любом случае Видимо разорвался слишком рано Импер-то отбивается Но слишком много внимания Отвлекали имперцы На героев И так далее Могли спокойно В Снатьке отойти И зайти В пятером уже Сюда на голые бараки Но решили они сразу же Принять бой И это было не самое Правильное решение Да, но тут имперцы Должны были получить Немало опыта денег Хотя Имперцы Ну БКБ сейчас, кстати У Трикси появится На Элдор Титане По баблу я смотрю Ничего не поменялось Да, я тоже что-то смотрю Какая-то хрень происходит Чуть-чуть Вот по опыту Да, там что-то по деньгам Самую малость Что там у Патмы У Патмы Демонедж Это хорошо У Патмы начинает Появляться потихоньку урон Хоть какой-то Но по-прежнему Она умирает за один хекс Да, это понятное дело Там Патма это вообще Тот герой Который по сути Так и должен делать Но В свою очередь Патма должна Если она не умирает За один хекс Очень нехило нарезать И это Патма пока Вроде сохраняет Подобную тенденцию То есть денег у нее Дефицит Он вроде как и есть Этот дефицит Но Скажем Учитывая то Что Патма идет На первом месте Своей командой Это уже неплохо Да, да На тысячу огоняет Собственно Резолюшн А у нас Сайлент Ну и что будут делать В Натике Рошан стоит И я думаю Понятно Что будет делать Одна и вторая команда Вот видит Рошана сейчас Трикси Ну и что Будет Будет наверное Не попытка Будет просто заход А нет Они сначала смогли Пытаться кого-то найти Кого? Снизу Кота Нет Кота Они не найдут Могут они Беду на свою голову найти Ну вот найдут Они сейчас Мага Да Нашли мага и флая Фекс До свидания мага Ух-юх-юх Там еще и флаю Да осталось А там уже кристалли Сутеня Я то думаю Что так быстро Пломали Один флай Ловит второго флая И Минус два Да Да ну вот План Снайтиков сработал на 100% Они находят двоих Быстренько убивают Сейчас они понимают Что на Рошане Можно вообще ничуть не бояться Да Причем боевых недавно Был от Тимбера Насколько я помню Да еще Да Резолюшн выложил Резолюшн будет воровать Воровать А ну Воровай Ну выложил специальный телепорт Будет воровать Ну вот он Он сомневается Сомневается еще Воровать или не воровать Арбан Романыч Мы верим в тебя Арбан Ииии Поздно Точнее рано Не нормально Будет еще шанс на одну Так Рейдинг Хорошо Так Отвели Рошана в сторону Нет Все Да Ну правильно сделал На самом деле пак Ну там хотя Не то чтобы пак Правильно все сделал Там Хани вышел Уже под конец Прям на линию И всем своим видом Дал знать О том что Ничего не получится Там кстати курьер Сдаутшилд Дум умер 16 левел Ноутейл Витра 16 левел Рубик Ома Ома ГВТФ Да там ребята 11-12 Ну хотя Для того же там Флай Или Ван Скоро 12 Ну второй левел Ульты уже достаточно Потому что третий Там это такое себе Ну что на хайграунд Забегает Эра Мы видим с линкой На себе С рецептом надоедалось Говорит Давайте пацаны Я готов принимать Дэмэдж Впитывать Ну вот линку сбивают Флай Прыгает 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 Нутейла Нутейла Можно убивать Но Нутейл Живи 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 Нутейл Живет Да ладно Как же Впитывать И только что имперцы Их просто разорвали Разорвали на части Тинни Бил с плэшом Почти по всем Под эту борозду Попали так же Практически все Игроки Империи Да и в итоге Трипл килл Трипл килл собственно Делает Трикси Падает топ Ну и я думаю Что вот сейчас Ну не факт что имперцы Сдадутся Но да Мы видим что все таки Пишут они Гуд гейм Фнатики были явно сильнее Фнатики сегодня У фнатиков сегодня Очень крутой день И ребята хотят уйти На рождественский перерыв Видимо С отличным настроением И с прекрасными шансами Ну они уже себе Скажем Уже да На данный момент Я думаю нам сейчас Как раз покажут Турниру таблицу И мы видим что у них И без лишних там Пары игр Уже неплохие результаты Достаточно Еп Так ну что Где турнир